приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами друзья уделим внимание первому новолунию 2022 году вы знаете это магическое волшебное да еще и новолуние в земном знаке зодиака козерог благодаря которому мы можем мечтать о всем материальным и это воплотиться и реализуется в нашей жизни поэтому друзья обязательно просто просмотрите это видео от начала до конца мы поговорим об очень важной нужной и интересной информации потому что закладывая правильные мысли события моменты в нашей жизни мы сможем их получить не только в течение этого лунного месяца но и также в течение этого 2022 года поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации так друзья новолуния новолуние у нас с вами произойдет 2 января 2022 года в знаке зодиака козерог и вы знаете это первое новолуние обещает быть достаточно мощным сильным и еще учитывая то что будет фоновое соединение ретроградной венеры и плутона новолуние 2 января как мы уже сказали задаст то он не только на весь месяц а козерог это у нас такой знак зодиака знаете себе представлять немножко вот такой вот молодой парень такой серьезный и у нас есть таким образом возможность заложить или поменять текущие далеко идущие карьерные планы укрепить финансовое положение и любые отношения с партнерами и совсем скоро наступит наша первая новолуние и она вы знаете задаст вектор всему году с него начинается новый лунный цикл но перед тем как его принять необходимо конечно же правильно расстаться с прошлым и это необходимо сделать до новолуние что мы должны сделать с вами до новолуние во первых очистить про пространство огнем вечернее время должно быть как можно больше света кстати это должно быть не только 1 января но и 2 и 3 января также следует избегать всего темного обязательно примите душ солью обязательно очиститесь перед новолунием хорошо в этот день 2 января провести духовные практики сходить в церковь постарайтесь провести практику и прощения иногда это очень сложно сделать но без этого вы не сможете никуда дальше двигаться и реализовывать те мечты и планы которые у вас есть также обязательно подводите итоги за уходящий год пропишите те выводы которые вы возможно уже осознали и поняли для себя питание постарайтесь что было постное алкоголь лучше 2 января вечером и 2 не употреблять таким образом вы очистите себя и пространство для принятия нового а уже в 20 21 часа 33 минуты по москве у нас с вами начнутся первые лунные сутки и это время старта и время начинаний поэтому эту день используем для замыслов и планирования что мы загадаем в этот период останется с нами на весь год поэтому пожалуйста мыслим глобально хотим также обратить ваше внимание что луна в козероге требует от нас не просто желать а еще и прописывать способы реализации ставить определенные цели обращаем ваше внимание что козерог это вообще практичный знак он упорный и для него важна цель она должна принести практическую пользу и желательно в материальном эквиваленте то тогда в вашей жизни и обязательно все получится но помним что активно мы можем включиться в процесс только через два дня после новолуния когда луна начинает уже потихонечку набирать свою силу и вы знаете данные новолуние освещает вопросы реализации социального признания поднимает вопросы финансовой удовлетворенности наши головы будут заняты этими вопросами а чувства и эмоции отойдут на второй план поэтому не забывайте ни в коем случае о своей семье ловите себя на этом и постарайтесь найти гармонию в этих вопросах также обращаем ваше внимание что первые две недели января удачный для делового общения для командировок для восстановления деловых связей для бизнес планирования особенно это касается дев козерогов и тельцов постарайтесь проявиться уважаемые знаки зодиака в деловой сфере и это вам принесет на протяжении 2022 года изобилие богатство и процветание главное не переживать главное не бояться также друзья обращаем ваше внимание что первая половина января будут ощущаться очень насыщенной будут много дел возможно запускайте проекты встречи загружайте себя по полной покажите вселенной положите космос покажите космосу что вы находитесь и готовы принимать все блага этого мира не забудьте в этом круговороте о семья своих близких иначе в то 2 января энергетика это 2 января будут постоянно происходить в конфликте также обращаем ваше внимание после новолуние у нас будет полнолуния и вот она в противоположном от козероги знака зодиака раки и вот здесь зажидается противоположно людям перестанут в семье понимать друг друга но если сейчас не забывайте в эту сферу выделять фокус и энергии то все будет окей отлично новолуние для того чтобы возобновить отношения с людьми из прошлого и наладить контакт венера в ретрограде поддерживает нас до конца января так что дерзайте пробуйте у вас все получится также отлично новолуние чтобы определиться со своей карьерой и планами по захвату мира вопросы самореализации сейчас у всех будет так или иначе подниматься и меняться в целом новолуние задаст всем деловитости и организованности в делах и проектах кому что приятнее кому-то через спинки и подзатыльники так далее что еще мы на что мы хотим обратить внимание минимизируйте употребление алкоголя потому что сейчас максимально в новолуние и в 3 января будет очень сильно влиять на состояние нервной и иммунной системе более того новолуние касается знаков зодиака козерога и рака особенно родившийся 31 декабря по 3 января и с 3 по 6 июля и обязательно друзья проведите следующие практики в практике прямо себе запишите вне зависимости когда сорти 1 января 2 января с утра начните проводить их после новолуние это очень удачно сильное время энергетика будут вот зашкаливать поэтому используйте эту возможность поэтому обязательно новолуние после то как наступил уже в пановолуние зажгите свечу и напишите свой список желаний на 2022 год это может быть просто какой-то лист бумаги может быть блокнот не важно но друзья здесь очень важный момент что каждое ваше желание это должен быть отдельный пункт в списке и в конце просто как вы пропишите все свои желания на 2022 год обязательно скажите три раза волшебные слова и оставьте список под лунный свет до утра да мы понимаем луна у нас только зарождается только появляется но все равно все равно обязательно листок бумаги положите на подоконник и скажите обязательно следующие слова задуманное исполнится будет так как я хочу не препятствую и вот уже 3 января этот список спрячьте от чужих глаз и желательно если каждого на каждое новолуние на протяжении 2022 года вы будете повторять эту практику если желание исполнилось то вычеркиваете его обязательно с благодарностью и еще активная энергетика этих этих новолунных дней дарит нам с вами вещи сны так что обязательно обращайте на это внимание если вас интересует какой-то вопрос то знаете что вы можете получить его во сне что для этого нужно сделать нужно сказать три раза уже лежа в постели следующие слова но после чего засыпаем уже молча и ни с кем не общаемся слова следующие что желаю о чем подозреваю на земле в воде в воздухе и огне да в сладком сне мне всю правду покажи истину укажи замок и конечно же с роста молодого месяца наполните энергию луны свою неразменную монету нашепчите на нее и оставьте в лунных свечах на ночь скажите следующие слова на нашу монетку луна царица ты серебришься золотишься растешь и прирастаешь так напои светом своим моим мою монетку чтобы росла и прирастала лунным светом напиталась час от часу силу набирала мой кошельком деньгами наполняла и на утро уже 3 января положите монетку в кошелек она будет денежным магнитом для ваших финансов на протяжении всего 2022 года друзья вот такой у нас с вами новолуние достаточно мощная сильная интересная ярко поэтому используйте эту возможность для себя и во благо себя